Всем привет! Сегодня вы узнаете о том, что запах еды приближает старость, а рукокрылые переносят опасные болезни. Подробности далее в программе новости науки с Саралиной Киряевой. Итак, в мире. Ученые из Хоханского университета науки и технологии заявили, что существующий в человеческом организме механизм реагирования на вкус и запах еды может влиять на продолжительность жизни. Как именно показали опыты с круглыми червями, у которых под влиянием определенного вкуса или запаха активизировались сенсорные нейроны, усиливающие производство гормона инсулин-6. Повышение его уровня связывают с ускоренным старением. Аналогичный механизм, по мнению следователей, может быть актуален и для человека. А в России ученые из Томского государственного университета, проведя исследования летучих мышей и их паразитов, доказали, что рукокрылые могут передавать человеку опасные болезни через грызунов. Раньше считалось, что рукокрылые в значительной степени изолированы от остальных позвоночных и не опасны, как разносчики инфекций. Но исследование на Антильских островах показало, что летучие мыши страдают от кожных паразитов, гамазовых клещей, которых до этого обнаруживали только на грызунах. Это значит, что летучие мыши соседствуют и обмениваются паразитами и инфекциями с грызунами, многие из которых – постоянные спутники человека. И напоследок в Татарстане. Конференция молодых ученых-аграриев России пройдет в ближайшее время в Татарском НИИ сельского хозяйства. Мероприятие пройдет при участии представителей Россельхозакадемии. В Казани аграрный форум состоится впервые. Молодые ученые, которые прибудут из многих регионов России, намерены поднять вопросы, связанные с повышением качества продукции растеневодства и животноводства и повышением рентабельности сельскохозяйственного производства. В частности, будут затронуты вопросы, касающиеся ресурсосберегающих технологий, селекции зерна и картофеля, корма, производства и другие. А на этом все.